В Ульяновске идет 9 международный кинофестиваль от всей души имени Валентины Михайловны Леонтьевой. И в гостях у нас Сергей Феликсович Баталов, актер российского, советского кино, заслуженный артист Российской Федерации. Сергей Феликсович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть в нашей студии вас. Вы первый раз участвуете в нашем кинофестивале. Да, первый раз участвую в этом кинофестивале, замечательно. Ваши впечатления уже как бы по... Ну, сегодня последний день кинофестиваля, сразу напомню, да? Ну, знаете, ну говорят, что не последний, у нас в киношни говорят крайний. Крайний. Вот. А вообще я приехал, меня позвали, и я согласился, и даже вот попросили остаться еще на два дня. Я остался, я... Такие потрясающие встречи были, народ просто, знаете... Расскажите о встречах, Дэнь. Да, встречи просто были... Первое было, это поселок городского типа Корсун. Вот. И, во-первых, там казаки. Это же ему через 30 лет, по-моему, 400 лет будет Корсуну. Он старше Ульяновска. Ульяновска. И там казаки, они меня встречали, они понимали, что я много казаков сыграл. Как они меня там... И это было что-то. Они мне спели песню. Не для меня придет весна. И... А я такой малопоющий артист, но я им тоже спел, потому что я вспоминаю сейчас Сергея Женовача, моего театрального режиссера, который сейчас известный московский режиссер, у него свой театр, студия театрального искусства. И он меня... Когда мы делали спектакль «Паночка», это Гоголь Ви, то он сказал, Баталов, ты должен спеть песню «Туманяром». Я говорю, да я не поющий артист. Говорит, вот выучишь за полгода, пока мы репетируем. Вот. Ну, я учил ее, выучил, и я ее везде пою. И она такая, знаете... Ну, спойте, спойте. Да, она такая протяжная, грустная песня. Туманяром, туманедолиною, туманяром, туманедолиною. Ну, в общем, длинная песня, что вижу, то и пою. Нет, вы говорите, что не поющую. И я снялся в 17 картинах и спел эту песню. Да. А потом однажды как-то меня приглашают и говорят, Баталов, спой здесь что-нибудь веселое, но она же грустная. Я говорю, как же я что-то веселое-то спою. Думал, думал. Отдумаю. Ту же песню, но, как говорится, по-другому. Туманяром, туманедолиною, туманяром. И так еще 10 картин. И вот, понимаете, вот в Корсунские жители, меня, казаки, и они спели мне, и мы очень хорошо, как говорится, и фильм показали. Я привез на фестиваль. Да, кстати, вы привезли «Время первых». Да, «Время первых». И вообще этот фильм, конечно, я и сам снимался. Но, знаете, когда сам снимаешься, всегда как-то осторожно смотришь фильм. Ты уже все знаешь. А здесь, я вот помню, премьера была в октябре в Москве. Я вот как сел, и вот 2 часа 20 минут, просто не отрываясь, смотрел. А сыграл я там небольшую роль. У меня было всего два съемочных дня, дневная смена и ночная. И я сыграл отца Алексея Леонова. Оказывается, я очень похож на отца Алексея Леонова. Потому что, когда я пришел домой и привез фотографию, жена мне говорит, ты из какого фильма? Я говорю, это не я, это отец Алексея Леонова. И вот меня утвердили, я снялся. Я с удовольствием, знаете, в этом проекте поучаствовал. Потому что фильм просто, просто классный фильм получился. Это, знаете, это можно, американские блокбастеры и все такое. Это просто, вот, знаете, 100 очков дает этим всем американским блокбастерам. И я думаю, что народ смотрит, и все, вот, кто подходит, говорят, молодежь главная. А ощущение, знаете, смотришь фильм, ощущение, что ты сам летаешь в полете. Смогли снять. Да, смогли, вот, так что можем, можем, можем. А вот про свою роль, ну, вот как вы играли, что там? А, вы знаете, так как я играл отца, там такая, чтобы, знаете, таких конфликтов, которые, чтобы что-то сыграть, там не было. Ну, просто это маленький Алексей Леонов, он рассказал эту историю, на самом деле было. Когда он, он смотрел, как птички летают, и он бегал, и как-то ночью убежал за этими птичками, и отец его искал. И вот, когда он его нашел, и тот, батя, батя бежит, это в фильме есть, и он схватил, говорит, сынок, где ж ты так бегал, ты аж сердечко, аж прям вот-вот выпрыгнет. Он говорит, батя, я не бегал, я летал. И вот этот момент полета, он сквозь весь фильм, Дмитрий Киселев, режиссер, это сделал. Потому что вот этот эпизод, рассказанный Алексеем Леоном, вошел, там все, там ничего не придуманного в фильме, все. Он исторический, да. Да, Алексей Леонов посмотрел фильм, говорит, ой, как страшно-то. Хотя, говорит, на самом деле было еще страшнее. А когда мы встретились на телевидении у Малахова, он подходит ко мне и говорит, ну что, говорит, здорово, батя. Вот, так что он признал меня, что я похож. И его внучка подошла и говорит, о, спасибо, что вот вы сыграли моего уже, получается, дедушку, а прадедушку. Ну, приятно, да? Приятно, конечно, приятно. Вот. Ну, вы, получается, вернулись в советскую эпоху. Да, конечно. У вас еще есть фильм, когда, наверное, не один, когда, вот, «Назад в СССР», там немножко фантастики есть. Да. Это тоже в то же время было драма. Да, «Назад в СССР» тоже вот. Марат Башаров там играл главную роль. А вы тоже там отца играли? Я опять отца играл, Карина Андоленко, мы замечательные, мы с ней не одна картина, где мы играли отца и дочь, поэтому замечательная артистка, и Марат тоже, и поэтому мне, знаете, с партнерами везет. Ну, редко, когда там что-то происходит, а так везет. Поэтому вот тоже тема-то известная. И сейчас я вот репетировал спектакль «Любовь по-советски». Вот. Это в стиле 80-х, 80-х годов, и там артисты играют, те, которые снимали в сериале 80-е. Вот. Я там не снимался, но они меня позвали, вот мы репетировали, сыграли, и сейчас вот с этим спектаклем мы ездим по всей стране. Вы, кстати, вот в Иркутск ездите после нас. Да, в Иркутск. Вы туда везете? Да, в Иркутск мы едем, да, с антрепризными спектаклями, везем вот как бы гастроли. Надеюсь, я увижу Байкал. Вот я, видите, в Ульяновской области я впервые, и мне понравилась Ульяновская область, и как-то люди замечательные, добрые, дарят потрясающие подарки. Какие подарки мне в Ново-Ульяновске надарили. Ой, просто, говорит, приезжайте. А в майне, как меня встречали, это открытие кинотеатра. А, вы как раз на открытии. Да, я открывал, я разрезал ленточку с главой района. Это Дорофеев, по-моему, если я не ошибаюсь, потрясающие люди, и еще кинотеатры в 3D. То есть, понимаете, а кресла какие, лучше, чем в Москве. Да. В общем, замечательно. То есть, и когда, а это было воскресенье, поэтому народ полностью, площадь забита была на открытии фестиваля. Не все еще попали в зал, а перед этим театрализованное представление. Там у них студия театральная, они молодцы там. Ну, просто. Знаете, я говорю, что я сам из маленького города Эрбита. Это я с Урала, поэтому бабушка меня когда-то в свое время отвела в театр. Это было мне года 4, я посмотрел «Конек-горбунок». И что-то с мальчиком случилось, и я влюбился в театр и как-то себе задумал, что я стану артистом. Вот. А этот город Эрбит, это Урал под Екатеринбургом, недалеко, 200 километров. И там театр, в этом году ему 170 лет. Вау. Да. А потому что это Эрбитская была знаменитая ярмарка, она была вторая после Нижегородской. Вот. Потом железную дорогу провели как бы в обход, и поэтому Нижегородская ярмарка как бы так и затухла. Вот. А так, купцы, я сам-то по бабушке из купеческого сословия, по дедушке из рабочих. Ну вот род все равно такой. Да, да, есть купеческие такие. Вот. Но, а с другой стороны, из казаков. И поэтому у меня и казачья есть, и купеческая, и рабочий класс. Всего намешано. И поэтому все родственники по всему Советскому Союзу разбросаны. Советский Союз, он же страна большая была. Вы опять вернулись к Советскому Союзу. А как работалось в Советском Союзе? Вот сейчас, если сравнить наше время и Советский Союз. В этом году сто лет будем отмечать революции российской. Ну вот. Ну как работалось? Знаете, я считаю, что если и при советской власти, и сейчас, если у тебя есть работа, если ты талантлив, то ты востребован. И при советской власти было востребовано. И сейчас. Другой вопрос, что социальный лифт сейчас невысоко не заберешься. А рабочий парень из какого-то рабочего поселка выучился. Он мог поехать в Москву поступить в институт нефти и газа, предположим, и стать заместителем председателя Газпрома. Сейчас это сложнее. А артисты тоже. Надо же платить за учебу. Он подумал, подумал. Ведь Алексей Леонов, например, он ведь поехал поступать на художника. Он хотел художником стать. Да. А поступил в летный. А почему? Потому что там была стипендия выше, чем у художника. Вот. Видите, как мы потеряли художник. Хотя, вы знаете, он сейчас... Какого космонавта выучил. Да, какого космонавта приобрели. Но сейчас его театр... Третьяковская галерея купила у него несколько картин. Так что он художник в первую очередь. То есть он все-таки рисует. Рисует. А как же? У него выставки. Вот. И Третьяковская галерея купила его картины. Он хвастался. Поэтому в этом отношении я недавно... Фильм должен выйти или годовщине, столетие расстрела царской семьи. Это в следующем году будет. Или же к столетию революции. Потому что мы... Такой есть Сергей Мирошниченко, очень знаменитый документалист, который, знаете, вот снимал документальное кино «Дети, 20 лет», из советского... Рожденные в СССР. Вот. У нас все тема к этому возвращается. И он, помню, 7 лет, 15, вот так, да. И вот он сейчас снял такой эксперимент. Он снял документально-художественный фильм. То есть персонажи, которые во время революции что-то имели значение, что-то делали, и участвовали в этой революции, и февральской, и которые предали царя. Вот. Про это предательство. И фильм будет называться «Дно». Я там сыграл Павла Милюкова. Это министр иностранных дел при царском правительстве. То есть я, оказывается, еще и похож на Павла Милюкова. Не только на отца Алексея Леонова. Поэтому я с удовольствием там снялся. И вот он должен вот выйти. Только я не знаю, я уже не продюсер, когда он выйдет. Или он выйдет вот к годовщине смерти. Ну, будем следить, да. Да, царской семьи. Это 18 июля. Или же это к столетию. Или же к столетию революции. Я вот это просто не могу сказать. Но это следите. Он будет называться, фильм называться будет «Дно». То есть вы активно снимаетесь. Ну, а что остается делать? Вот сколько там получается. Ну, я не загадываю, не считаю. Потому что как начинаешь считать, то что-то обрывается. Поэтому лучше не считать. Знаете, как я, конечно, верить можно только в Бога. И я не суеверен. Но все равно иногда какие-то вещи мы обычные люди. Поэтому я, главное, знаете, как я всегда и всем желаю. И вам, и всем, кто меня сейчас слышит и смотрит. Я желаю здоровья, работы и удачи. А почему удачи? Потому что, знаете, на «Титанике» все были здоровы и богатые. Но вот удачи в них не было. И еще хочу вам задать вопрос. Фильмографию смотрела. И у вас первый фильм там стоит. Он в 1979 году вышел. Никита Михалков снимал. Несколько дней жизни обломала. Да. Это был первый мой фильм. Мы снимали под Киевом. И эпизодик маленький. Буквально я студент второго курса. Вы еще студентом были? Я еще был студентом. И мы снимали в 1978 году. А фильм вышел в 1979. Я был на втором курсе. Эпизод маленький. Буквально там выскакивает утром маленький Илюша. А я, мой персонаж, разжигает самовар. Никитка Повар. Даже, видите, его звали Никитка Повар. И у него такая одна фраза. Доброе утро, барин. Все. И вот, раннее утро, оператор Лебешев, режиссер Никита Михалков. Да, там состав был серьезный. Значит, да, в 7 утра, все подготовка. Мне дают самовар. Все по-настоящему. Шишки, дыму. Прям вся площадка была в дыму. И Лебешев так смотрит, говорит, да, дыма много. Надо бы убрать самовар. А я хоть и студент второго курса. Я понимал, что сейчас уберут самовар, и меня уберут. Кому я нужен без самовара? Вот, и вдруг как-то ветер подул, и я открылся. А у меня вот такие слезы просто градины. Ну, это не от того, что меня уберут, а от того, что от шишек, от дыма. И они так смотрят на меня, Михалков и Лебешев, говорят, ну, ладно, оставьте самовар. Пожалели студента. И я так остался. Мы сняли, ну, знаете, еще ведь монтаж. И когда была премьера в Доме кино, то от моего микроскопического эпизода остался вообще микроэпизодик. И когда мои друзья смотрели, Батал, и вот фамилия Батал еле успевал произнестись, и я исчезал с экрана. Так что мое первое появление вот такое. Ну, в каком составе там, да, там кто там снимались потрясающие артисты. Вот, и Олег Павлович Табаков, мой учитель. Там в главной роли. Да, в главной роли. И Богатырев, потрясающий артист. И Андрей Попов, и моя однокурсница Клещевская. Даже наша легенда Гурченко там снялась. Ну, и мало кто знает. Она там сидит в окошечко смотрит. Ее так загримировали под старушку. И мало кто знает. Потому что они приехали репетировать к нему на съемки туда, к Михалкову, пять вечеров. Ну, и чтобы не сидеть просто так, не это, ее решили задействовать. И ее так загримировали, что она вот в доме облома сидит, вот такая старушечка. И когда что-то ворона там пролезет, крикнула, она так, и опять спать. Вот и все. Но мало кто и знает, что это Гурченко. Здорово. Да, Людмила Гурченко. Поэтому в этом отношении. И, наверное, вот следующий вопрос, наверное, вам многие задавали. Вас не путают? Или спрашивают, родственники вы с Алексеем Баталовым? Вы знаете... Два встречи у вас с Алексеем Баталовым. Да, вначале я помню, когда я учился, меня спрашивали, не родственник. Я говорил, нет. Она говорит, ну ладно, ладно, так бы ты поступил. А когда я привык уже и стал говорить, да, родственник. Ну, какой ты родственник, на себя-то посмотри. Вот. Мы не были знакомы до 98-го года. А в 98-м году, знаете, вот был период, когда стали называть вот эти кинотеатры именами легендарных кинеграфистов. Там Эльдар, кинотеатр в Москве, Эльдар Рязанов, Ролан, Быков. Вот. И хотели назвать кинотеатр Баталов в честь, конечно, Алексея Владимировича. И меня тоже позвали, посмотрели и сказали на пресс-конференцию, что и ваш портрет там будет висеть, и вообще там будут все Баталовы висеть. Потому что знаменитый Николай Баталов, путевка в жизнь, и отец его, Владимир Баталов, артист Московского художественного театра, вот, и Андровская, и его тетка Алексея Владимировича. И поэтому мы там с ним познакомились. И он говорит, а я слежу за тобой. И как бы приятно было. Поэтому у меня спокойно я... Одно время я как-то думал, мне даже говорили, надо поменять фамилию. А сейчас-то уже поздно, что менять-то? Зачем? Да, зачем? Ну, и давайте так завершим на такой вот ноте. Как вы считаете, в каком состоянии находится российский кинематограф? Ой, вы знаете, состояние его, конечно, колеблется. Особенно 90-е годы, конечно, просто упадок был. Вот, потом как-то сериалы его все-таки не дали артистам с голоду умереть, понимаете? И в-третьих, сейчас наступает период, когда мы конкурентно способное кино начали снимать. Вот, например, «Время первых» – это фильм, который спокойно может соперничать с американскими блокбастерами. Да. Так что будем надеяться, что, как говорится, не будем загадывать, но будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо, спасибо, что приехали. Вам удачи, здоровья. Спасибо, спасибо. И побольше, и работы. И работай. Спасибо, и вам также. Спасибо. Спасибо. Спасибо.